Всем доброго-доброго времени суток. Вас приветствует команда Ведопульс. Мы поздравляем вас с прошедшими майскими праздниками. Надеюсь, что сегодня вы все уже безболезненно вошли в рабочий цикл. И мы с вами начинаем первый вебинар мая. Пищевая аллергия. Наш прекрасный несменный эксперт по основам физиологии Елена Алексеевна Арчибасова. Кандидат медицинских наук, врач, доцент кафедры нормальной физиологии Новосибирского государственного медицинского университета, специалист отдела технической поддержки компании Биоквант. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня вебинар посвящен теме пищевая аллергия. Итак, давайте вначале познакомимся с тем, что же такое пищевая аллергия. Итак, пищевая аллергия – это любая аллергическая реакция на нормальную, безвредную пищу или какие-то пищевые ингредиенты. То есть, аллергические реакции могут быть самыми различными проявлениями в ответ на совершенно нормальные пищевые компоненты, что являются совершенно индивидуальными особенностями и никак не характерны для большинства людей. Если же мы посмотрим на распространение, на распространенность пищевой аллергии среди населения, то можно увидеть вот следующую зависимость. пищевой аллергии страдают все абсолютно группы населения, в том числе и различных возрастных категорий. Но нужно сказать, что в основном пищевая аллергия, наиболее часто, правильно сказать, встречается в детском возрасте. И вот на представленном слайде как раз и отмечается динамика распространенности пищевой аллергии. Итак, детский возраст где-то до 12 лет страдающих пищевой аллергией приходится 6% всего населения. В дальнейшем по мере взросления проявления пищевой аллергии несколько снижаются, и в возрасте препубертатного периода пищевая аллергия составляет уже примерно 4% от всей группы населения. И взрослый возраст, заболеваемость, проявление, правильно сказать, пищевой аллергии становится еще менее выраженной, это где-то примерно 2% населения. Но нужно сказать, что пищевую аллергию очень часто путают и, можно сказать, приравнивают с таким проявлением, как пищевая непереносимость. И вот мы сегодня с вами попытаемся четко разделить два понятия пищевая аллергия и пищевая непереносимость. Так вот, нужно сказать, что если пищевая аллергия имеет тенденцию к снижению с возрастом, то пищевая непереносимость, она наоборот, наиболее чаще встречается уже во взрослом возрасте. Итак, остановимся вначале на аллергических проявлениях. Если мы говорим об аллергии, то в общем виде в целом аллергическая реакция определяется как немедленная реакция на любой раздражитель, в ответ на который иммунная система начинает производить антитела, то есть вырабатываются механизмы защиты против молекул обидчиков. То есть в развитии аллергической реакции, в том числе и аллергической реакции на пищевые компоненты, обязательно участвует иммунная система. Когда какой-то пищевой компонент, который начинает выступать в качестве совершенно безобидной, начинает выступать в качестве неизвестного аллергена, который иммунная система начинает распознавать как чужой и вырабатывает на него антитела. То есть любые аллергические проявления, они проявляются сразу же, немедленно, и в развитии этих реакций принимает участие, обязательно принимает участие иммунная система. Если же мы будем говорить о пищевой непереносимости, то под этим состоянием подразумевают, обратите внимание, замедленную реакцию на пищу. И эта реакция может проявиться даже через несколько часов или даже несколько дней после приема какой-то пищи. И она, эта реакция может быть проявлена самыми разнообразными симптомами. И иногда эти проявления даже очень трудно связать с приемом какой-то пищи. То есть два вот этих события, прием пищи и проявления самые разнообразные между собой, иногда бывает очень трудно установить между ними связь. Итак, если мы останавливаемся на проявлениях пищевой непереносимости, то нужно сказать, что это заболевание не аллергической природы. И в развитии проявлений, связанных с пищевой непереносимостью, не принимает участие иммунная система. То есть вот уже отличия в механизмах развития проявлений заболеваний. Ну, в качестве примера пищевой непереносимости можно, допустим, привести пример непереносимости коровьего молока. Многие наверняка знают, что некоторые люди не переносят коровье молоко. Но это не является пищевой аллергией. Это заболевание связано с недостатком фермента лактазы. То есть это ферментативная недостаточность, которая обусловлена с тем, что не расщепляется молочный сахар лактаза, не расщепляет лактозу. Соответственно, молоко не усваивается. И могут быть самые различные проявления, связанные в основном с изменениями, с нарушениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Также в качестве пищевой непереносимости можно отметить такое проявление, как целиакия. Целиакия – это состояние, которое связано с неусвоением белка глютена. То есть это такой белок, глютен, который содержится в основном в злаковых. И злаковые продукты, которые изготовлены из злаковых, не усваиваются. И это заболевание связано с особенным строением стенки тонкой кишки. Основным источником глютена, если мы начали про него говорить, является мука. Соответственно, все хлебобулочные изделия, все эти продукты, где находится мука, они могут привести к самым различным проявлениям, как правило, связанным с изменением работы желудочно-кишечного тракта. Нужно сказать, что глютена совсем нет в таких злаковых, как гречка, рис. Глютена нет в сои, в картофеле. И поэтому этими продуктами можно легко заменить различные злаки, если человек страдает непереносимостью, в данном случае, белка глютена. Вот в чем различие между аллергическими проявлениями и пищевой аллергии и непереносимостью каких-то пищевых компонентов, продуктов. Но мы вернемся к пищевой аллергии. Итак, по степени аллергизирующей активности можно выделить три группы пищевых продуктов, на которые возможно развитие пищевой аллергии. Первая группа – это группа с высокой аллергизирующей активностью. И вот здесь, на этом слайде, я привожу эти продукты, где вы видите, что на первом месте – это коровье молоко. То есть в данном случае коровье молоко будет выступать в качестве аллергического компонента. И при приеме коровьего молока реакция будет развиваться сразу же, мгновенно. Это рыба, это яйца, это такие продукты, как куриное мясо. Почему я их выделяю? Потому что это продукты с большим содержанием белка. Как правило, аллергические проявления, они возникают на белок. В этой же группе нужно отнести цитрусовые. А также все ягоды и овощи, которые имеют красную окраску. Обратите внимание, это клубника, малина, земляника. Это продукты с высокой аллергизирующей активностью. Сюда же в эту группу входят такие продукты, как шоколад, кофе, какао. Продукты с высокой степенью аллергизирующей активности. Следующие продукты, это продукты со средней степенью. К ним относятся также фрукты, овощи. Это такие фрукты, как персики, абрикосы, то есть красная смородина, клюква. То есть тоже фрукты, содержащие яркую окраску. Ну, если мы говорим про злаки, то сюда относятся к этой категории злаки. Это и кукуруза, и гречиха тоже могут быть причиной развития аллергии. И слабая аллергизирующая активность у таких продуктов, ну, она, можно сказать, практически минимальна, невыраженная. Но все-таки иногда может встречаться аллергические проявления. Такие продукты, как кабачки и патиссоны, и яблоки кисло-сладкие, как правило, зеленого цвета. Сюда же могут относиться такие фрукты и ягоды, как слива и арбузы, крыжовник, смородина, но все-таки в меньшей степени, если бы мы говорили о том, что отнесли к первой группе. Это вот продукты, богатые белком, и ярко-красной окраски ягоды, фрукты и овощи. Но, помимо продуктов, нужно сказать, что пищевая аллергическая реакция, она может быть вызвана не самими пищевыми продуктами, а еще теми добавками, которые входят в состав продуктов. И ни для кого не секрет, что в последнее время продукты все чаще содержат в себе эти самые пищевые добавки, к которым относятся и красители, и стабилизаторы, и различные ароматизаторы. То есть все те добавки, которые делают продукты более привлекательными, которые усиливают вкус, увеличивают срок хранения, а это все консервирующие, законсервированные, вернее, продукты. Так вот, все эти добавки, они также являются причиной развития пищевой аллергии. Ну, а в связи с тем, что этих компонентов становится каждый год все больше и больше, и мы употребляем в пищу эти продукты, то, соответственно, можно сказать, что аллергические проявления, пищевые аллергические проявления, они встречаются в настоящее время чаще, чем это было еще несколько лет назад. И нужно сказать, опять же, о детском возрасте. То есть в детском возрасте аллергические проявления встречаются чаще, чем во взрослом, когда детский организм, его система пищеварения, его иммунная система, Система детоксикации, которая осуществляется клетками печени, они еще не готовы к встрече с такими агрессивными компонентами. Система детоксикации, которая осуществляется клетками печени, они еще не готовы к встрече с такими агрессивными компонентами. Существование перекрестной аллергии, прежде всего, позволяет таким пациентам правильно сбалансировать свою диету и избегать некоторых факторов непищевого происхождения для того, чтобы обезопасить себя и избежать развития аллергических проявлений. Давайте разберем, что может относиться к перекрестным аллергиям. Итак, перекрестная аллергия – это специфическая реакция организма на несколько аллергенов, имеющих схожее строение. Хочу обратить внимание, что аллергенов может быть несколько, но они по своему строению похожи, а значит, попадая в организм любым способом – при употреблении в пищу, либо воздушно-капельным путем, либо при контакте с этими веществами, возможно развитие аллергических проявлений. Итак, значит, несколько аллергенов, но они имеют схожее строение. При такой перекрестной аллергии человек, который реагирует на какой-то один из раздражителей, может иметь совершенно такие же проявления при соприкосновении с такими похожими веществами. Давайте посмотрим. Допустим, у человека в течение жизни выявлена аллергическая реакция на прием киви. Но точно такие же проявления могут быть при употреблении в пищу, допустим, авокадо или сельдерея. То есть между этими продуктами, так как они имеют схожее строение, будет наблюдаться перекрестная аллергия. Но, однако, при выявленной аллергии, допустим, на киви, такая же реакция будет при цветении березы, то есть на пыльцу березы, при цветении тимофеевки, либо при цветении лесного ореха, либо употреблении в пищу лесного ореха. Поэтому человек, который знает, что у него пищевая аллергия на киви, во время цветения вот этих вот растений будет вести себя более аккуратно, допустим, там не выходить в лес и использовать все методы профилактики, с которыми его будет знакомить лечащий доктор. И то же самое, если человек знает, что у него есть аллергические проявления на цветение березы, то ему будут даны такие рекомендации, как исключение из рациона питания киви, допустим, и авокадо. Вот что такое перекрестная аллергия. Вот здесь, на этом слайде, я привожу такую небольшую табличку, где как раз и указаны перекрестные аллергены. Давайте еще раз посмотрим. Вот, допустим, аллергия вызывается пыльцой березы. Но точно такие же проявления, если мы говорим сегодня о пищевой аллергии, давайте посмотрим на продукты питания, могут быть при употреблении яблок, черешни, персиков, сливы, моркови, картофеля. Одинаковые проявления. Точно так же цветение полыни. Если у человека есть аллергические проявления на полынь, у него будут точно такие же проявления на употребление цитрусовых семян подсолнечника и все те продукты, в которые входит семя подсолнечника, ну, допустим, халва. И точно так же, если у человека есть аллергические проявления на халву, на семя подсолнечника, на цитрусовые, у него точно такие же проявления могут быть, если он вдруг попадет в поле, где растет полынь. Поэтому вот такая вот перекрестная аллергия, знать ее необходимо для того, чтобы, еще раз, правильно составить себе диету и придерживаться определенного распорядка, поддерживать определенный режим жизни. Итак, аллергические реакции, как мы уже сказали, они развиваются очень быстро и они развиваются в период от нескольких минут, ну, или иногда часов после принятия пищи. Еще раз хочется сказать о продуктах пищевой неприносимости. Там реакция может быть отсрочена, да, и проявления могут быть на следующий день или даже там через два дня. Здесь же сразу. Иногда хватает самого малого. То есть у больных, страдающих пищевой аллергией, аллергические проявления могут возникнуть даже только при запахе пищи или при прикосновении пищи. Или, допустим, человек не знает, что какой-то компонент, на который у него аллергия, входит в состав того блюда, которое он употребляет. И при употреблении этого блюда может возникнуть аллергическая реакция. Но это у пациентов, которые страдают, так скажем, тяжелой формой аллергии. Реакция будет проявляться мгновенно. Реакция будет очень быстрая, острая, бурно манифестирующими со всеми своими проявлениями. Итак, если мы будем говорить не о тяжелых формах аллергической реакции, нужно сказать, что пищевая аллергия проявится тогда, когда количество съеденных аллергенных продуктов будет достигать какого-то определенного критического значения. То есть критическая масса тогда, можно сказать, будет достигнута, и это приведет к аллергическим проявлениям. Поэтому если человек ест несколько продуктов одномоментно, то если эти продукты, опять же, сходны по своему составу, то это, скажем, критическое значение может достигнуть быть очень-очень быстро. Ну, допустим, если человек одновременно употребляет такие продукты, как дрожжевые булочки, хлеб, шампанское, грибы, то есть я называю сейчас продукты, которые схожи по своему составу. Вот эта вот вся общая масса, которая поступает в организм, быстро достигается критическое значение, и в ответ на употребление всех этих продуктов, всей этой массы продуктов, возникает аллергическая реакция. То есть получается, что защитная система организма человека, она перегружена. И такого, может быть, и не случилось, если бы данный человек съел бы просто одну дрожжевую булочку, а не весь вот этот вот пакет продуктов, схожих по своему составу. Итак, пищевая аллергия. Чем же она проявляется? То есть мы сейчас проговорим симптомы пищевой аллергии. Ну, нужно сказать, что эти симптомы проявления пищевой аллергии самые разнообразные. И они не только будут, так скажем, проявляться на коже. Конечно, ну, как бы так вот принято считать, что основные аллергические проявления, связанные с пищевыми продуктами, проявляются на коже. Да, конечно, кожные проявления имеют место быть. И чем это проявляется? Ну, прежде всего, это проявляется дерматитом, да, то есть какими-то кожными высыпаниями, появлениями элементов на коже самых различных. Это экзема. Экземы могут быть самые различные, могут быть проявления в виде мокнущих каких-то элементов. Но вот эти вот все проявления, дерматит, экзема, характерны для такого состояния, как атопический дерматит. И следующий вебинар, который будет посвящен, опять же, разделу аллергия, это атопический дерматит, будет у нас проходить 21 мая, где мы будем говорить исключительно о тех проявлениях, которые будут касаться изменениям кожи. И там мы подробно поговорим и о дерматите, и об экземе, и о других различных кожных проявлениях, связанных с аллергическими реакциями. Здесь хочется сказать, что на коже будут такие проявления, как рапивница и отек к винке. То есть это такие выраженные острые аллергические проявления. Но принятие пищевых продуктов, на которых у человека есть аллергическая реакция, или он не знал никогда, что у него есть аллергия на какие-то продукты, могут проявиться совсем другими признаками. Допустим, изменения со стороны дыхательной системы. Аллергическая реакция может выступать в виде бронхоспазма. Бронхоспазм, то есть резкое сужение бронхиальных путей, бронхиального дерева. В результате этого начинается затрудненное дыхание. Возможно, даже с выраженными хрипами. Также может быть кашель аллергического происхождения. И если говорим о дыхательной системе, то это могут быть различные выделения из носа. То есть насморк. Как правило, для аллергии характерны такие водянистые выделения. Если мы посмотрим на изменения рта глотки, то изменение, которое сразу можно отметить, которое бросится в глаза, это отечность губ. Пациент такой будет испытывать сухость во рту, в горле. То есть сухость, да, сложно говорить, глотать. И может наблюдаться хриплость голоса. А хриплость голоса связана с отечностью гортани, а именно голосовых связок. И это уже будет являться как одним из осложнений, проявлений, аллергических проявлений, то, что мы будем называть ложным крупом. Но об этом я скажу, когда сейчас будем говорить об осложнениях аллергии. Изменения могут коснуться сердечно-сосудистой системы. У такого человека может резко снизиться артериальное давление. Оно может снизиться очень сильно, что может привести даже к шоковому состоянию. Это, опять же, уже одно из грознейших осложнений. И могут произойти нарушения в ритме сердца. То, что мы называем аритмией. То, что касается нервной системы. Головокружение, головные боли, может случиться обмороченные состояния. И проявление со стороны желудочно-кишечного тракта. Так как это пищевая аллергия, то желудочно-кишечный тракт первым также реагирует на прием аллергенов. Самые различные они могут быть выражены. Эти проявления в виде рвоты, диареи. Это могут быть сдутия живота, то есть проявления метеоризма. И в целом боли в животе. То есть, как мы видим, проявления пищевой аллергии, симптомы пищевой аллергии самые-самые разнообразные. Теперь давайте остановимся на осложнениях. То есть, различные аллергические компоненты, в том числе и пища, могут вызывать те все изменения, которые мы сейчас с вами обозначили. Но это не так безобидно, потому что, да, казалось бы, ну, исключи из своего рациона питания эти аллергические компоненты, и все будет хорошо. Во-первых, мы видели, что не все так просто, потому что существуют перекрестные аллергены. И избежать аллергенов, которые находятся в воздухе, очень-очень сложно. С ними в любом случае человек сталкивается. И различные аллергены, они могут вызывать очень яркие проявления, острые проявления, которые могут привести даже к летальным последствиям. И вот мы сейчас говорим об осложнениях пищевой аллергии. Одним из таких проявлений является анафилактический шок. Это тяжелая аллергическая реакция. Она развивается мгновенно, она может развиваться за несколько секунд после того, как человек что-то съел. Здесь вовлекаются многие системы организма, но прежде всего это сердечно-сосудистая система. И состояние шока, любого шока, в том числе анафилактического, анафилактического, аллергического происхождения, связано с тем, что очень резко снижается артериальное давление. Оно снижается, до очень низких цифр может вообще упасть. И это приводит к потере сознания и, соответственно, угрожает жизни человека. Почему это происходит? Потому что аллерген, который распознается иммунной системой как нечто чужое, на него вырабатывают антитела, происходит образование реакции антигена, антитела, выбрасываются различные медиаторы, аллергические, в частности гистамин. Это все приводит к очень резкому расширению сосудов, то есть снижению сосудистого тонуса. Сосуды теряют свой тонус, в них снижается сопротивление, и это приводит к обвалу в целом системного артериального давления. В результате чего нарушается кровообращение всех органов, но прежде всего органов жизнеобеспечения это мозг и сердце, и в результате этого наступает летальный исход. Следующим осложнением пищевой аллергии является отек гортани. Вот мы видели с вами на предыдущем слайде, что одним из появлений аллергии является охриплость голоса. Почему меняется голос? Потому что изменяется состояние голосовых связок. Голосовые связки у нас находятся в гортане, и, соответственно, колебания этих голосовых связок участвуют в звукообразовании. Мы произносим звуки, слова. Так вот, при развитии аллергических реакций может наступить отек слизистой гортани и, конечно же, отек самих связок и подсвязочного пространства. Вот примерно такая же реакция возникает при дифтерии. Есть такое инфекционное, очень сложное и грозное заболевание, как дифтерия, наверняка многие про него слышали. И очень часто, допустим, в прошлом веке дети умирали от дифтерии, потому что как раз вот наступал этот самый круп, связанный с образованием пленок дифтерийных и отеком голосовых связок. Здесь мы говорим о ложном крупе, потому что идет отек, так скажем, подсвязочного пространства, вызванного аллергическими компонентами. Но, тем не менее, пространства между голосовыми связками сужаются, происходит их изменение, движение потока воздуха становится невозможным и может наступить также летальный исход от удушья. Вот они, скажем, самые грозные осложнения пищевой аллергии. Теперь перейдем к профилактике пищевой аллергии. Ну, профилактика пищевой аллергии вполне понятна. Для этого стоит исключить из рациона продукты питания, которые вызывают аллергические реакции. Но для этого человек должен, прежде всего, сам знать в течение, так скажем, своей жизни, на что у него есть аллергические проявления, на какие продукты и сам избегать, да, их приема. Но обязательно, да, нужно изучать состав тех продуктов, которые мы покупаем в магазине. То есть изучать этикетки. И хотелось бы верить, что производитель пишет действительно все то, что входит в состав этого продукта. Это могут быть не только сами, да, пищевые какие-то компоненты, но также те добавки, о которых мы с вами говорили в самом начале. И нужно обязательно интересоваться, из чего приготовлен продукт, если вы пришли к кому-то в гости, либо вы посещаете какие-то места общественного питания, да, то есть нужно спрашивать, потому что, еще раз хочу сказать, что какой-то компонент, на который у человека есть аллергия, добавлен в состав этого продукта. Человек, не подозревающий о его, так скажем, там, нахождении, прием этого продукта может вызвать вот такое вот бурное проявление. Поэтому такие вот нехитрые меры профилактики могут обезопасить человека от проявлений аллергических реакций. Если мы поговорим об аюрведических представлениях, да, то с точки зрения аюрведы, аллергены – это тончайшие частицы, обладающие высокой энергией, которые способны раздражать нервные окончания. Возникновение пищевой аллергии играют важную роль стрессы. И вот здесь я хочу подчеркнуть влияние стресса на развитие аллергических реакций. Во время стрессовых ситуаций происходит ослабление функций иммунной системы. И поэтому на фоне стресса прием каких-то продуктов, да, пищевой компонент может не распознаться иммунной системой, принять, быть принят ей как чужеродной, и начинается запуск всех вот этих вот аллергических проявлений. Поэтому стресс, он также играет важную роль в развитии аллергии. Итак, стресс, да, чем он проявляет? Беспокойство, волнение, то есть повышенная такая невротизация, если можно так сказать. А также в развитии аллергии принимают участие и внешние факторы. Это прежде всего состояние окружающей среды, да, тот воздух, которым дышит человек, и то, что в нем находится, могут все компоненты, да, которые находятся в воздухе, также привести к сенсибилизации, то есть к повышенной чувствительности, и употребление неполноценной пищи. Если мы поговорим о пищевой аллергии и о типах конституции вата, пита, капха, то нужно сказать, что к пищевой аллергии особенно склонны представители вата типа конституции, как раз потому, что это люди с обостренной чувствительностью нервной системы. То есть любые, соответственно, стрессовые ситуации, вот эта повышенная невротизация, она как раз приводит к ослаблению активности иммунной системы. Поэтому на первом месте по развитию любых аллергических проявлений, в том числе и пищевой аллергии, это представители вата типа конституции. Следующим, так скажем, типом, который тоже склонен к развитию пищевой аллергии, это представители капха конституции. Почему? Потому что для представителей капха типа характерен низкий уровень пищеварительного огня. Так как мы говорим о пищевой аллергии, то система пищеварения, конечно, тоже играет одну из ключевых ролей в развитии аллергических проявлений. Ну, а еще более точно, можно сказать, что пищевая аллергия наиболее характерна для представителей дуального типа конституции, то есть вата капха. Представители наиболее подвержены развитию аллергических реакций. А теперь давайте посмотрим, какие продукты для различных типов являются, так скажем, основными аллергенами. Итак, для представителей вата конституции аллергия чаще всего развивается на продукты, возбуждающие вату. И среди этих продуктов это бобовые, это кукуруза и соя. То есть это лидеры развития аллергических реакций у представителей вата типа конституции. Если мы возьмем представителей ПИТа, представители ПИТа типа конституции, они также могут выдавать аллергические проявления на пищевые продукты, но это не так часто, как у представителей вата и капха. Но, тем не менее, тоже могут быть. Так вот, у представителей ПИТа наиболее распространена аллергия на овощи и фрукты красной окраски. Если это овощи, то это все посленовые, и на первом месте это томаты. Если же мы говорим о фруктах, то это кислые фрукты, как правило, и ягоды на первом месте это клубника, яркая красная окраска. Вот эти продукты – лидеры в развитии пищевой аллергии у представителей ПИТа типа. Если же мы говорим о людях капха типа конституции, то аллергию у них чаще всего вызывают продукты, увеличивающие капху. А это молочные продукты, любые молочные продукты, и пшеница. Итак, если мы выяснили причину пищевой аллергии, продукты, которые вызывают, чем проявляется пищевая аллергия, профилактика аллергии, то теперь мы переходим уже непосредственно к лечению пищевой аллергии. Если мы говорим о пищевой аллергии, то на первом месте это, конечно же, етотерапия. Основное правило при лечении пищевой аллергии это ограничить контакт с аллергенами. Ограничить контакт, либо вообще исключить контакт с этими аллергенами по мере возможности. И затем это укрепление иммунной системы, так как аллергическая реакция связана с активацией иммунной системы. И, конечно же, пищеварительная система, потому что именно через систему пищеварения происходит усвоение всех тех продуктов, которые мы употребляем. Если у человека нормально функционирует иммунная система, нормально функционирует система пищеварения, если человек не подвержен развитию стрессов, то это большой, так скажем, шаг в лечении пищевой аллергии и вообще в развитии пищевой аллергии. Так вот, начинаем лечение со строгой диеты. Опять же, в соответствии с типом конституции пациента. По мере возможности избегая контактов с этими продуктами. И вот в аюрведических канонах особая роль отводится тому, что человек, который страдает пищевой аллергией, он должен сохранять самоконтроль. То есть он должен четко понимать, что вызывает, что и провоцирует развитие этого состояния, и себя в этом контролировать. Не нужно испытывать страха, то есть паники перед аллергией. И в целом позитивное отношение к жизни – это вот одно из лучших средств терапии. Итак, после того, как сняты аллергические проявления, уменьшены, либо вообще, да, состояние перешло в состояние ремиссии, то есть нет на данный момент обострения аллергических реакций, то обязательно проводится тонизирующая терапия. Тонизирующая терапия, длительная, она проводится с использованием таких трав, как женьшень, шваганда, шатавари. Но опять же, да, с оговоркой на то, что и на эти травы, у этого, на цветение этих трав, да, у человека нет аллергических реакций. Строгая диета. Диета идет строго с типом конституции, и назначается так называемая в Аюрведе облегчающая терапия. Одним из компонентов облегчающей терапии является облегчающая диета, где специалистам Аюрведы подбираются определенные продукты питания. Ну, на первом месте и отдельно нужно сказать, что мы уже исключили аллергены, их нет. Но помимо того, что исключены из рациона питания аллергены, подбирается с типом конституции так называемая облегченная диета. Про принципы облегченной диеты как основного принципа терапии в своем вебинаре в последующем очень подробно будет рассказывать Олег Викторович Сорокин, так как у нас сегодня и вообще в мае месяце все вебинары посвящены теме аллергии, и он подробнейшим образом будет рассказывать, что такое облегчающая диета. Так вот, это сбалансированная диета в соответствии с каждым типом конституции. Вот эта диета, она, как правило, проводится длительно, но не постоянно. Человек не должен постоянно находиться на этом принципе питания. И в самом, так скажем, группе риска по длительности облегчающей и облегченной диеты относятся представители вата типа. Самый длительный срок для представителей вата – это две недели назначения именно облегченной диеты. А теперь мы переходим к тем основным проявлениям, тем индексам, которые могут помочь в диагностике пищевой аллергии, тем индексам на АПК-видопульс, которые мы сейчас рассмотрим. Значит, мы затронем модули меридиана, биоэнергетика и модуль недана. Ну, первое мы обычно начинаем с модуля меридианы. Модуль меридианы, обратите внимание, будут в той или иной степени затронуты меридианы, которые отражают работу желудочно-кишечного тракта. Так как мы говорим о пищевой аллергии, компоненты должны усваиваться. Это меридиан желудка, меридиан толстого кишечника и тонкого кишечника. И вот здесь на представленном слайде я привожу в качестве примера меридиан шестой, то есть меридиан тонкого кишечника, который находится в состоянии напряжения. Почему тонкого кишечника я выбрала? Ну, потому что именно тонкая кишка – это то место, где происходят основные процессы всасывания и усвоения пищевых компонентов. Потому что именно тонкая кишка – это то место, куда выделяется основная масса ферментов, участвующих в усвоении пищевых компонентов. Итак, меридианы могут быть изменены как сторону истощения, а если же это острота процесса, выраженная манифестация всех признаков аллергии, то, конечно же, это будет состояние напряжения. Дальше. Хочется отметить в модуле «Недана» вкладку «Панча-Махабхуд». На что здесь стоит обратить внимание при именно пищевой аллергии? То, что здесь будут находиться в напряжении, обратите внимание, такие элементы, как эфир, то есть акаша и вода, джала. Еще раз. Эфир и воздух являются, так скажем, представителями вата, доши. Но именно акаша, эфир, может свидетельствовать и будет свидетельствовать об аллергических проявлениях. А вода и земля – это представители капха, так вот именно напряжение джала воды это тоже свидетельствует об аллергических проявлениях. То есть в целом эфир и вода, эти два компонента, являются представителями, опять же, вата-капха-типа конституции, наиболее подверженного для при развитии пищевой аллергии. Следующая вкладка – это вкладка «Недано-субдоши». Давайте посмотрим, на что здесь можно обратить внимание. Ну, прежде всего, давайте посмотрим на вата-субдоши. Ва-вата-субдоши обращает на себя внимание при пищевой аллергии – это самана-вата. Самана-вата, вот здесь я привожу два скриншота, где в первом случае самана-вата находится в состоянии истощения, а во втором случае она находится в состоянии напряжения. самана-вата – это непосредственно то, что концентрируется в тонком кишечнике. А мы сейчас с вами сказали, что тонкая кишка – это то место, которое главным участвует в усвоении всех пищевых компонентов. И это та сила, которая в целом управляет всей пищеварительной системой и отвечает за усвоение пищи. Если мы обратимся к пито-доши, то здесь хочется отметить поча-капито. Давайте посмотрим. Вот, поча-капито находится в состоянии напряжения. Вот на данном скриншоте. Что такое поча-капито? В целом, можно так и характеризовать эту субдошу – это огонь пищеварения. Отражает состояние, функциональное состояние, опять же, тонкого кишечника. Активность работы ферментов поджелудочной железы, ферментов самой двенадцатиперстной кишки и, соответственно, активной желчи, так как все эти компоненты сюда выделяются, то именно поча-капито является огнем пищеварения. И вот если, соответственно, находится в состоянии напряжения, это говорит о выраженности, о напряженности процессов, которые в данный момент здесь происходят. И если мы посмотрим на капха, субдошу по капха, то здесь хочется отметить субдошу тарпака, тарпака-капха. Вот он. И опять же я привожу скриншот, где тарпака-капха находится в выраженном напряжении. Тарпака-капха – это та субдоша, которая, когда находится в напряжении, она говорит о некотором таком стрессированности организма, повышенной возбудимости организма. И вот термин, который мы сегодня применили, это невротизация, повышается невротизация. Но еще раз, одним из механизмов развития аллергических реакций является стрессированность, повышенная невротизация, которая приводит к ослаблению функций иммунной системы. И в зависимости от этого могут развиваться различные аллергические проявления, в том числе и на пищевые различные компоненты. Поэтому выделяется роль так называемых психосоматических заболеваний, в том числе и психоаллергических проявлений. То есть на фоне стресса могут появиться различные аллергические проявления на любые компоненты, в том числе и на продукты питания. И следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это неданатхату. Неданатхату – это ткани. Здесь мы проводим анализ активности тканей. И на что можно обратить внимание? Ну, прежде всего, на рактатхату. Вот она, рактатхату, вторая ткань, клеточные элементы крови. При аллергических реакциях, при выраженности аллергических реакций, рактатхату будет находиться в состоянии напряжения, ну, прежде всего, это ликоцитарное звено, изменение иммунного статуса, то есть выраженность аллергических проявлений отразится на проявлении рактатхата. Вот она здесь находится в состоянии напряжения. И обязательно нужно посмотреть на модуль биоэнергетика, в частности, оценить мощность энергетического поля. Мощность энергетического поля может быть различная. Вот здесь я привожу пример, где мощность энергетического поля снижена, так как мы знаем, что в норме эти показатели должны быть в пределах 100%, здесь это примерно в половину снижена мощность энергетического поля. Но, несмотря на это, обращает на себя внимание выраженное напряжение со стороны работы системы тонкого кишечника, работы тонкого кишечника. Опять же, я вот сегодня как-то так остановилась на активности, на функциональной роли именно тонкого кишечника, потому что именно от его функциональной активности, от того, что там происходит, объясняется во многом, это один из ключевых механизмов, который может объяснить развитие аллергических реакций. И вот, несмотря на то, что мощность энергетического поля практически в два раза снижена, выросла очень сильно активность со стороны тонкого кишечника, что также может свидетельствовать, быть одним из проявлений аллергических реакций. Ну вот, мы разобрали сегодня все, так скажем, основные компоненты, связанные с пищевой аллергией, осложнения, профилактику, лечение, основные те проявления, которые можно посмотреть на АПК «Видопульс». Я на этом хочу закончить. И, соответственно, сейчас посмотрю вопросы. Значит, все показатели, о которых вы говорите, должны быть проявлены в диагностике в КУПе, или даже один из них, например, высокая торпака, будет говорить о наличии аллергической реакции. Ну, какие-то из, то есть одна торпака, она уже говорит о повышенной какой-то стрессированности. Соответственно, если есть еще сочетаемость других проявлений, то это уже точно будет указывать на проявление пищевых, скажем, аллергических проявлений со стороны пищевых компонентов. То есть их должно быть, как правило, несколько таких маркеров. Как вы относитесь к постепенному небольшому включению продуктов и аллергенов, к включению организма к ним? Как я отношусь? Я отношусь нормально. То есть это своего рода закаливание, приспособительная реакция, но это должно происходить очень аккуратно и на фоне полной ремиссии. То есть, соответственно, тогда, когда вы решили включать аллергены в продукты, содержащие аллергены в свой рацион питания, для этого нужно укреплять свою иммунную систему, оказывать тонизирующее влияние на нервную систему. И только тогда можно как-то пытаться пробовать, вот такую вот закалку организма проводить. Ну да, значит, вот вопрос. Объясните, пожалуйста, аллергия на березу, значит ли это аллергия на пищу? Мы с вами видели, что существует перекрестная аллергия. Соответственно, сейчас я покажу эту картинку. Существует перекрестная аллергия. И, соответственно, у людей, у которых есть аллергия на пыльцу березы, у них, скорее всего, будет аллергия и на какие-то вот из этих продуктов питания, которые здесь указаны. Потому что компоненты схожи по своему составу, и, соответственно, это и отводится к роли пищевой, к перекрестной аллергии. Ну, я думаю, что все, кто у нас участвовал, да, они получат ссылку на запись вебинара, где, опять же, можете увидеть эту табличку. Всем большое спасибо. Всем до свидания. Приглашаю на следующий вебинар. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok